ну что путь мой продолжается как же красиво это выгорело поле уже наверно вам говорила тысячу раз ну кто-то смотрит первый раз вот такие поля вот так выглядит трава и газоны на самом деле у нас они такие же желтые сгоревшие то есть у нас не бывает летом красивый газон тему тех вот в частных домах общественные нет продолжаем идти извиняюсь за плохой звук наверняка потому что здесь очень сильный ветер вот мы подошли к домикам и вот как раз как выглядит шикарно вот эти дома и как раз ухоженный газон я быстро сняла снимает чужие дома вот они тут как из фильмов и вот оно это поле наша любимая на котором мы 8 лет мы здесь живем мы жили там там с другой стороны сейчас живем это конечно дома для наших детей всю жизнь они прожили они дворики всю жизнь они прожили именно здесь иран родился вот вчера проезжали мимо дома где он рождался скажем так если что я рожала естественно в госпитале и против категорически против домашних родов сама в них чуть не умерла но они по собственному желанию я рожала трое суток и вот пришлось экстренный кесарево делать а тут не принимает больницу рано если надо определенного момента не принимают поэтому если кто не в курсе я хотела поехать в госпиталь меня не принимали бы тоже был паттерн не тот двое суток или трое я проучилась дома весна и самых активных схватках у меня схватки были обычно рожают начинают 40 секунд у меня были две с половиной минуты схватки ну и собственно потом мне поставили датчики сказали что у меня собственно у ребенка сердце останавливается от силы схваток да и сама я уже мужу заставили подписать вот я вам показываю платье райончик заставили подписать бумагу что я уже все как бы не жилец но они попытаются спасти ребенка пуповину если она выпадает это обычно смерть в госпитале 10 процентов лучшем случае выживает с очень серьезными отклонениями у нас слава богу каким-то просто чудом у нас ну и и врачи сработали конечно потрясающе вот кирюха остался полностью здоров даже мать выжила что оказалось бы нереально в этой ситуации вот так вот отмучилась но зато в конце все пошло но вообще мы не об этом мы об этом на юнчике красиво да кстати я пойду смотреть краски от самый известный сейчас магазин с красками для дома для интерьера фи-энд-би полное название я не помню вот я зайду на обратный пути после врача посмотрю у нескольких блогеров сейчас очень намного подписано блогеров по интерьерам из лондона из великобритании арбузик 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 я не допру вот она сирена кошмар они лондонские летние улочки сегодня слава богу солнце не очень сильно но очень жарко ну что тупо и от врача зашла в этот магазин за красками шла за одной в итоге все потестила взяла два других них конечно краски очень дорогие вот это наверное самые дорогие которые я пока увидела до этого но я хочу попробовать не хочу хорошо ревью в принципе могу позволить хотя об этом холл покрасим посмотрим я сам вы действительно намного лучше что ее возьмем что мне понравилось них я тут иду обратно тут прудик сразу же идет сейчас покажу что мне понравилось мне понравилось что у них вот это это не как у всех напечатано а это действительно покрашена настоящей краской то есть это все вклеено это на самом деле покрашена и вклеена и вот эти штуки то есть сто процентов такие какие они есть а не как там напечатал принтер потому что вот светлых оттенков это будет очень большая разница так что вот так вот ой он тут прям желтым выглядит а я сейчас думаю может и не тот цвет я все-таки взяла я хотела вот этот на стене он показался прям серым поэтому я взяла два вот таких а сейчас смотрю думаю наверное аммонит надо было брать ну ладно я еще монет закажу чтоб наверняка аммонит очень популярный очень цвет я его тоже возьму потом онлайн уже и сравним хоть сядь досиди но мне за детьми пора ходить и откушать быстро приготовить полетели красопуты потихоньку я начинаю в комнатах все снимать шпаклевать красить чтобы не хотя бы было понятно сколько делать вот сняла сейчас эти работы еле-еле отклеила горилла который тейп то есть не вот эти беленькие беленькие легко отдирается смотрите это глянцевая это матовая та же самая краска что в детской то же самое получилось что здесь она видите глянцевая темная а матовая светлая вот это вы учтите отодрала буду сейчас шкурить здесь шкурит здесь чтоб фактуру лишнее не было и самый геморрой у меня сейчас будет вот с этими там дюбели не вкручена до конца мне надо будет попытаться выкрутить они очень тяжело идут может вообще не вытащится тогда колодок молотком буду выдалбливать и шпаклевать и потом уже красить красить не знаю сегодня сегодня будут принципе красит это быстро это ерунда поэтому сейчас все отлеплю подготовлю по шкуру за шпаклю где это нужно и уже потом решу сегодня покрасить или нет но что все отклеила зашпаклевала сначала пошкурила потом пошпаклевала специально погуще нанесла но когда высохнет я пошкурю и будет все ровненько красивенько чем я шпаклю вот такая полифила это для это очень быстро сохнет то есть я буквально тут написано пять минут но я минут на 15 оставляю это для каких-то маленьких трещин маленьких отверстий из-под гвоздей тоже кстати отверстия из-под дюбелей этим делаю то есть не штукатурка глобальная стены грубо говоря а какие-то недочеты на стене убирать также у полифилы ну вот у этой вот фирмы полицею или как она там называется есть именно как вот штукатурка прям есть готовая штукатурка здесь тоже все смешано вот эту штуку я купила лет шесть-семь назад и она у меня полная я уже три переезда ей постоянно что-то шпаклюю что-то делаю штукатурку классическую я пока еще шпаклевка то штукатурку штукатурку я пока еще не пробовала звери везде за мной хвостом но попробую скажу новым доме будут покупать вернулась я в пеном спустя несколько недель купить монстров себе и сестре и в подарок у меня столько не заказали мне тут очень понравилась посуда для улицы она из пластика плотного сделано то есть на вид они как стекло но из пластика но для улицы летом там если дети что-то уронит вот эти мне понравились дизайну и белые очень красиво смотрится в жизни лучше чем на камеру он желтый уходит на самом деле такой белый яичный такой матовый они и вот эти мне очень понравились для сервировки если из темного дерева стол или какая-нибудь длинная скатер там скатер дорожка и вот эти бокалы тоже симпатичный очень такую зеленцу но сейчас ничего этого брать не буду потому что мы улетаем москву и нам собственно на месяц и получается мы вернемся уже к учебе к сентябрю а в сентябре будет уже совсем другое осеннее настроение я уже начинаю смотреть осенние какие декоры очень хочу летние сделать но мы будем доме совсем всего ничего еще не факт что мы успеем до до моего отъезда но пока все идет к тому что скорее всего до отъезда мы успеем заселиться чисто быстро заселиться денек побыть да полетим поэтому уже нету смысла в общем не логично покупать летняя надо уже будет осенние венки и все остальное да конечно обидно что в доме мы не будем летом очень хотелось но с другой стороны тут сентябрь более-менее теплые конечно семья важнее и хочется скорее видеть всех родственников так лего лего может быть я сейчас какой-нибудь возьму зазойки друзья мои зашла я в теке макс и тут уже все для хэллоуина вот так вот кстати прикольным такие черепки у нас для хэллоуина тыквы есть вот эти мне нравятся как зелья класс шарики как зелья в этом году конечно если успеем и останется у меня хоть что-то из денег я бы хотела круто оформить дом на следующем году по-любому в этом постараюсь успеть но не успею тогда к новому году оформим дом то что у нас это такой ежегодная традиция а там он тоже уже все с черепами всякими штучками всякие тыквы вон такие но я вот не любитель блестяшки честно скажу а через я думаю еще недельку будет вообще все в осенних этих делах то что многие заранее покупают еще и музыку играет это мне понравилось я воду тоже классный шарик с монетками мне очень понравился вот этот фарпит камин то есть на нем не готовить а именно для красоты жечь дрова там и так далее но тут он сейчас карио трубы стоит он внизу с деревянным сетом очень красиво это обычно они черные тут черный тоже есть вот такой вот черный но мне ванта форма намного больше нравится и в принципе такой ржавый очень красиво выглядит тоже как бархатный такой вариант у нас там пятачок есть я думала два кресла наши которые уже есть и посредине можно вот такой но это огромная чаша там особо ничего не сделаешь а вот этот такой более стильные смотрите все в тренде сейчас уже рыжая и так далее это натуральное дерево вот в индии лучше всего вот это все из индии скорее всего потому что обычно такой под орех и из дерева и резьба это все из индии но вот собственно стоит из индии кожных вещей много офигенное кресло офигенное кресло но нам его пока некуда я сегодня вон с полными сумками закупала закупала подарки племянникам детям друзей и а себе откупила и по параллельно мне надо еще раз последний раз такие зайти перед тем как заказывать диван я все не могу решить какое покрыть вот эти тоже букле но это букле я думаю всех достанет также как меня уже достал вот этот велюр который был три года назад и также вот это букле ну вот в коричневом цвете классно белом мне кажется недолговечно хотя у нас мой еще есть средства но нам все равно это все некуда может быть вот нам кстати вот со сторожем внизу я там зону входа хочу сделать с этим с места где посидеть и на в прихожей но это все не скоро не скоро я уже ушла из магазина увидела через окно там венки вон тот мне понравился очень тоже взяла бы тащить ли они потому что они то нам точно пригодятся и в одном и другом доме еще далеко поэтому потом может быть возьмем вот такого плана какая красивая удобная лавка я на ней уже посидела нам в прихожей но нам наверное длинновато нам туда наверное вот так вот было бы лучше но она именно красивая как раз потому что она такая длинная из ореха ножки как красиво все тут полировано сделано очень красивая что-то цены на я не могу найти то есть я купить подделку подлую витон чемоданы непонятно зачем они нужны и по идее ставят для красоты такие коробки но какая красота в том что все знают что это подделка причем очевидная но ладно людей разные вкусы всю мебель уже они почти убрали и я не дождались меня мои диваны я бы сегодня может быть и заказ сделала но с доставкой на потом а стол меня все еще ждет все еще ждет его уже три раза оценяли он был 800 сейчас он 400 это и в их цена 800 до скидки он был еще дороже хоть сейчас бери но наверное сейчас я не могу его взять мне надо сначала диван поставить и по убедиться по высоте сколько нужно вот он внизу как выглядит по дизайну того что я планирую он просто идеально нам подходит но нам два бы таких один и другой сверху но пока не буду брать все таки вкус получим ключи контракт закрыть который бы все никак не заключим но на этой неделе должна заключить контракт уже документом и отослали и собственно тогда уже буду когда диван станет смотреть но я в том числе пришло посмотреть это что уже скоро то что надо сейчас покупать и и Субтитры сделал DimaTorzok